В эфире информационный блог Доброе утро Таллинн. У нас в гостях руководитель Эстонского морского музея Урмас Дрезен. Здравствуйте. Доброе утро. Таллинн готовится к грандиозным дням моря. Какими большими иностранными судами фестиваль удивит горожан и гостей столицы? Действительно, на этот год немножко по-другому, потому что все разные годы. Это была пятница, суббота, воскресенье. Но теперь такое, что суббота, воскресенье и понедельник, вторник. Немножко по-другому. И это именно поэтому, что эти большие парусники, кто начинает свой путь из Котка и будет на следующий порт Турку, они сделают маленький такой перерыв. Перерыв в Таллине. И они начинают сюда идти, наверное, где-то с вечером воскресенья. Тогда и понедельник, и вторник они здесь уже. И тогда опять уплывают уже на одну сторону Турку. Ну, насколько я понимаю, самое большое судно, которое будет представлено в Таллине, это Барк Седов, где пришвартуется парусник, второй по величине в мире. Второй по величине в мире. Но парусник Седов, она такая крупная, что может быть только на, где круизные суда, она там. Но другие все-таки на Ванасадам, где терминал, близ этого адмиралитейского бассейна. И там есть еще польские суда, Болгария, там еще из Бразилии, из Великобритании. Очень много. Наверное, где-то крупных судов, наверное, там будет, скажем так, что 10-12, и маленьких немножко побольше. Но может быть, в общем количестве это где-то около 25-30 судов. Но и, конечно, как моряки скажут, что самый последний вариант, это будет ясно 24 часа перед прибытием. Тогда все может быть. И будут такие очень далекие гости, как из Омана, даже не могу сказать, какое название этого живут, но из Омана парусник, и из Бразилии. И этот парусник из Бразилии будет на Лену-Женово. Одним словом, есть где морской душе разгуляться. Да. Скажите, насколько я понимаю, в морских днях будет задействованный порт как у Мяя? Первый раз, потому что в прошлый год как у Мяя этого порта еще не было. Они только-только... Может быть, там все еще не совсем, но все-таки там уже порт как порт, там причалы и там всякие другие действия, там футбол, там волейбол и концерты, как обычно. Но действительно, на этот раз как у Мяя, и только-только этот порт как у Мяя, это открытие будет на этой неделе, они будут действительно самый новый порт на этом Дне моря. Особое внимание на Днях моря будет уделено и инновационным технологиям. Состоится состязание роботов. Что это такое? Не только состязание роботов. Это здесь у нас партнеров, это Талинский технический университет, и там такой инновационный центр Мектори. И не только роботы, то, конечно, там роботы есть, там есть и виртуальная реальность, где можно побывать в разных местах, где, в общем-то, наверное, никто не попадет просто так. И тогда там можно повыбаться, как работает из нового поколения робот. Вот, но сделано, что изучать судно, затонувшее судно, и этот робот называется УКЭТ. Но это совсем необычный робот, и он плавает самому, действительно, без всяких проводов. И это можно тоже посмотреть. Одним словом, программа весьма разнообразна. Может быть, что-то вы еще особо выделили в этой программе морских дней, которые пройдут, напомню, с 15 по 18 июля? Конечно, надо посмотреть очень аккуратно, тщательно программу, потому что на 4 дня это действительно очень много, что есть. Но, опять, из польского судна Чавиша Чарни, и у него есть специальный кор шанти. Это моряки, кто поют морские песни, специальный шанти. Это тоже надо посмотреть. Спасибо вам за этот комментарий. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был руководитель Морского музея Эстонии Урмос Дрезен. Продолжение следует...